В этот день сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД лейтенант полиции Алексей Ерапов и старший лейтенант полиции Александр Кузнецов несли службу в областном центре у памятника танкистам. Возле поста остановился автомобиль, из которого вышел взволнованный водитель. Он пояснил, что у его жены начались внезапные роды, и так как в эти минуты на дороге была огромная пробка, попросил как можно быстрее сопроводить транспортное средство в лечебное учреждение. Я подъехал к ним, сразу попросил, ребята, спасайте, времени нет. Ребята, ничего, без лишних вопросов. Алексей сел в служебный автомобиль, развернулся и полностью сопровождал нас до роддома. Если бы не он, мы бы, я не знаю, что бы получилось, потому что она уже рожала. Быстро оценив ситуацию, инспектор ДПС Алексей Ерапов принял решение срочно сопроводить автомобиль до роддома. Полицейский включил громкоговорящее устройство и сигнальные огни, и оба автомобиля двинулись в путь. Задача стояла нелегкая, ведь впереди была большая пробка, а счет шел буквально на минуты. Ехал первой машиной, в связи с тем, что была пробка на мосту, расчищая дорогу. Прибыв на тракторный, в роддом, забежал, сообщил о произошедшем дежурному персоналу. Полицейские вместе с врачами и будущим отцом, взяв медицинскую каталку, подбежали к автомобилю, в котором находилась роженица. Когда женщину перекладывали на носилки, произошло то, чего молодые родители ждали долгих 9 месяцев. И вот в этот момент на пересадке у нас уже родилась дочка Алиса. Дальше у меня такой взрыв эмоций был, что я даже это плохо все осознавал. Эмоции у счастливого отца действительно зашкаливали, ведь на свет появилась его дочь, маленькая Алиса, которая родилась хоть и не в палате роддома, как планировалось, но благодаря экстренной помощи сотрудников госавтоинспекции роды прошли под контролем медиков, а малышка вместе с ее мамой получили всю необходимую медицинскую помощь. А вот инспектор ДПС Алексею Ерапову волнение необходимо было оставить. Время не простило бы ошибок, ведь к исходу событий счет шел на секунды, и полицейский достойно справился с поставленной задачей, а заодно, скорее всего, навсегда запомнил данные новорожденной Алисы. Девочка 50 сантиметров в массе тела, 2,870, состояние удовлетворительное на момент родов. Благодарные родители выразили признательность сотрудникам госавтоинспекции, которые оказали им содействие в чрезвычайной ситуации. Искреннюю благодарность экипажам Алексея и Александра. Также я хотел бы поблагодарить управление ГИБДД, все руководство за формирование качественного кадрового состава. Потому что они в приоритете не только служебные обязанности, а самая основная их задача – это человечность, помощь участникам дорожного движения. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.